Ну, конечно, для нас, я имею в виду, конечно, кафедру, это очень важный день, и когда мы говорим о дне рождения Дмитрия Ивановича, традиционно, вы знаете, что в прошлом году это была первая конференция, посвященная памяти, в этом году уже вторая, она характеризуется, конечно же, чем? Отчетом о проделанной работе, спасибо, отчетом о проделанной работе нашей кафедры. Ну, конечно, вот сегодня очень много демонстрировалось фотографий, мне очень приятно, поскольку я вижу здесь абсолютно всех своих учителей, всех неврологов, которые возглавляют сегодня кафедры в городе Киеве, да, все у них мы учимся, они здесь молодые, красивые, активные, вот этот Дмитрий Иванович проводит клинический разбор, вы здесь видите Евгению Леонидовну и Головченко Юрия Ивановича, всех неврологов, поэтому нам, конечно, это очень памятно. Ну, чем, в общем-то, ознаменовался этот год, с чем мы пришли, это наша гордость, и я очень благодарна Ярославу Владимировичу за то, что благодаря ему мы написали учебник, первый учебник по рефлексотерапии, современный, с Атласом, с включением всех абсолютно программ, вопросов, тестового контроля, который сейчас проходит рецензию, и я надеюсь, что с помощью нашей Академии в марте он уже выйдет, попадет к вам в руки. Кроме того, этот год, прошедший, ознаменовался тем, что мы заключили контракт о совместной работе с Республикой Кыргызстан. В августе месяце я была в составе делегации, где мы открывали первый кардионеврологический конгресс. Мне очень приятно было, там присутствовал Юрий Александрович Карпов, там присутствовал экс-министр Кыргызстана Мамыдов, Миталит Мамыдович, к сожалению, он сегодня должен был приехать, но не приехал. Мне кажется, фонит? Нет. Мне очень приятно, что в Кыргызстане поднимается проблема кардионеврологии, которую Украина и Россия обсуждают уже давно. Кроме того, мы делились опытом, рассказывали о эффективности проведения тромболитической терапии, у них не так часто это происходит, и мы туда привезли свои методические рекомендации, которые были изданы в прошлом году. Кроме того, мы заключили договор о совместном сотрудничестве с кафедрой неврологии, где специалисты-неврологи из Кыргызстана приедут к нам уже в мае месяце на курсы повышения квалификации. И мы надеемся, что наши специалисты с Украины поедут учиться и обучаться в республику Кыргызстан. Кроме того, многие из вас, которые присутствуют в этом зале, были на нашей конференции, которая проходила в октябре. Я очень благодарна Ивану Савовичу Зазуле, который первому проректору нашей академии, проректору по науке, благодаря которому мы можем проводить, неврологи могут проводить конференции. Стены НМАПа всегда для нас открыты, мы всегда имеем возможность проводить конференцию в этом замечательном зале, но без поддержки Ивана Савовича, конечно, в нашей кафедре было бы очень трудно. Поэтому еще раз огромное спасибо. На этой конференции мы поделились своим опытом, тоже были розданы материалы, наши материалы, которые были опубликованы в журнале «Врачебное дело». Вы знаете, что Дмитрий Иванович очень долго был главным редактором этого журнала. Кроме того, через месяц традиционно мы проводим конференцию, посвященную реабилитации с использованием методов рефлексотерапии, где также сотрудники нашей кафедры поделились своим опытом. Также мы раздали журнал, раздали методические рекомендации для того, чтобы реабилитация и служба рефлексотерапии сегодня развивалась. Но если говорить о наработках кафедры в этом году, то, конечно же, мы можем ассоциировать ее только с мировой наукой, с развитием неврологии в мировом сообществе. Поэтому мне очень приятно, что в прошлом году, в октябре месяце, в составе украинской делегации я присутствовала на конгрессе, которая проходила в Бразилии, и там были освещены все самые ведущие методики развития и лечения инсульта, проведения тромбоэлитической терапии. Вот здесь я выступала, делилась опытом, рассказывала, как это проходит у нас в Украине, как у нас это все организовано, потому что проблемы действительно есть. И еще раз обращаю ваше внимание на то, что тромбоэлитическая терапия – это не рутинный метод, это метод очень сложный, не каждая больница может себе это позволить. И мне очень приятно, что сегодня к нам приезжали из других городов, из районных центров Киевской области и говорили, Наталья Константиновна, а мы тромболизис тоже у себя проводим. Поэтому заранее вообще хочу поблагодарить вас за то мужество, смелость, активность, потому что это действительно очень сложная методика, хотя эффект действительно потрясающий. Но на конгрессе, который я проходила в Бразилии, очень широко обсуждалась проблема, конечно же, хронической мозговой гипоксии. Вот этот случай, который я вам демонстрирую, он очень широко обсуждался. Были представлены несколько моментов, но я вот освещу один. Когда 76-летняя женщина, которая страдала болезнью Альцгеймера, погибла и после смерти гистология не подтвердила диагноз, потому что был выяснен диагноз, поставлена причина смерти – пневмония. И переоценка истории болезни обнаружила, что пациент страдал ортостатической гипотонией, и ее слабоумие было результатом частых, прерывистых эпизодов мозговой гипоксии. Поэтому был сделан вывод работы, да, вот мы говорим о болезни Альцгеймера и хронической ишемии мозга, что хроническая мозговая гипоксия, которая ничем не коррегировалась в течение развития эпизодов этой гипотензии и была причиной лейкоариоза, а не нейродегенеративной причиной. Неправильно поставленный диагноз, неправильно леченый пациент, и пациент погибает. Поэтому акцент сегодня же, конечно, делается только на диагностике. Я хочу вам дать некоторые данные, это рекомендации ФНС-2012 года, фрагменты конференции. Делается акцент на нейропсихологические инструменты. Видите, что здесь представлены шкалы, скрининг-тесты по когнитивным нарушениям, по диагностике, чувствительность и специфичность теста, да. Вот обратите внимание, тест мини-ментал стейт эксаминейшн, да, чувствительность 80-85%, а специфичность только для пациентов пожилого возраста характерна, с деменцией и без нее, 80%. Вот Аденбургская когнитивная шкала, 90% чувствительность, 89% специфическая для болезней Альцгеймера и других форм деменции. Если говорить о часто используемом нами тест рисования часов, чувствительность 67%, а специфичность для легких форм болезней Альцгеймера 97%. То есть все эти данные вы смело можете использовать для экспресс-диагностики и постановки диагноза или диф-диагноза болезней Альцгеймера. Почему я, в общем-то, поставила это первыми слайдами? Потому что лечение и коррекция проходила на этом конгрессе просто красной строкой. Что, какие выводы были сделаны по лечению? Основные вы видите класс 1, уровень доказательности А. Сегодня недостаточно данных в поддержку использования каких-либо препаратов именно для первичной профилактики деменции. В рекомендациях написано, что не следует использовать для лечения пациентов с легкими когнитивными расстройствами для профилактики ингибиторы холинестеразы, витамины Е, гинка и эстрогены. У пациентов со средней и тяжелой формой при болезни Альцгеймера необходимо рассматривать терапию мемантином, учитывая ожидаемую терапевтическую эффективность. Поэтому я хочу вам представить схему, которую вы должны использовать, если такие пациенты к вам попадают. Здесь представлена максимальная суточная тоза 20 мг и расписанная схема лечения постепенная. Вы видите, в течение 7 дней, начиная с 5 мг, вы назначаете в первой неделе 1 раз в сутки, затем 2 раза в сутки. На третьей неделе вы должны обратить внимание, что одну таблетку 10 мг вы желательно назначать утром, так рекомендуется в схеме. И в половинку вечером, и на четвертой неделе в течение 7 дней вы переходите на вот эту дозу 20 мг. Это та схема лечения, которая очень широко используется для лечения болезни Альцгеймера. Кроме того, я бы хотела обратить ваше внимание еще на одну работу. Это работа китайских ученых. На этом конгрессе красной строкой, конечно же, проходила ишемия гипоксия, которая вызывает поражение головного мозга. И был сделан вывод, что в результате развития гипоксической гипоперфузии или срыва реакции от регуляции, на фоне чего это происходит, без антигипоксической, без антигипоксантов мы с вами просто никак не можем обойтись. И сегодня то, что мы имеем с вами на украинском рынке, я знаю, что препарат представлен и на российском рынке, и в бывших странах СНГ, это цитофлавин, комбинированный препарат. Самое главное для нас, неврологов, что, конечно же, вот дозировка янтарной кислоты. 1000 мг рибофлавин, никотинамид, большая доказательная база. Вот работа Юдинковой на тогоспитальном этапе, регресс симптомов и снижение трехдневной летальности при добавлении цитофлавина на 13,5%. Снижение общей летальности в 2,4 раза, а после трех дней лечения и использования, вы видите, снижение общей летальности в 1,9 раза. Если говорить еще о доказательной базе, где используется этот препарат, я хочу привести еще одну работу по использованию с пациентами с постгипоксической энцефалопатией. Обратите внимание, что было набрано большое количество больных с разной патологией. Постгипоксическая энцефалопатия констатировалась в виде 50% случаев длительная гипотензия на фоне политравмы, травматический шок. Вот она, в некоспитальной и госпитальной пневмонии на фоне выраженной дыхательной недостаточности развивается постгипоксическая энцефалопатия. Гипоксическая кома, 15% были после оперативных вмешательств. Схема лечения, которая сегодня рекомендуется с использованием препарата цитофлавин, мне очень нравится. Василий Владимирович, всегда ее цитирую. Она очень удобна. Вначале мы говорили, что используется цитофлавин, анестезиология, реанимация, токсикология. Сегодня, конечно же, терапия и, конечно же, неврология. Острое хроническое нарушение мозгового кровообращения и рекомендуемая схема лечения. 10 мл, 100-200 мл 5% глюкозы или физраствора, 1 раз в сутки достаточно в течение 10 дней. А затем рекомендуется перейти на таблетированную форму по 2 таблетки 2 раза в день. Обращаю ваше внимание, курс лечения составляет 25 дней. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание на материалы конференции, которые вы получили. На самом деле, вы обратили внимание, что все материалы конференции отражены в методических рекомендациях. По каждой тематике или препарату, который использовался и работал в каких-то диссертационных работах на нашей кафедре, сегодня используется. Вот то, что касается препарата цитофлавин, находится в методичке повертебробазиллярной недостаточности головного мозга, которую вы можете почитать и потом с ней ознакомиться. Кроме того, на конгрессе, который проходил в Бразилии, мне очень приятно было, тоже красной строкой, прошли исследования, посвященные однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Это действительно уникальная методика, благодаря которой мы тоже можем констатировать развитие гипоперфузии головного мозга, срыв реакции ауторегуляции, снижение объема мозгового кровотока. Было представлено очень много работ. И я позволю вам напомнить о том, что у нас в Украине тоже использовался этот метод. Мне очень приятно, что на нашей кафедре, в моей работе, в работе докторской диссертации, впервые мы использовали однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, где доказали, что у пациентов с хронической ишемией мозга мы находим выраженное снижение объема мозгового кровотока. Кроме того, в нашей работе в 2008 году мы доказали, что наличие кроссеребулярного диашеса или феномена Монакова говорит о критическом состоянии, о том, что обязательно такому больному нужно проводить непрерывную вазоактивную терапию или нейропротекторную терапию, о том, что этот процесс уже длительный, то есть наличие этого феномена указывает на хронизацию процесса. Кроме того, в нашей работе, с каким препаратом мы работали, мы взяли за основу препарат Ковентон, мы опирались тогда на данные, которые ввелись тогда академикам Гусиму, видите, было проведено многоцентровое исследование, где использовался венпоцитин при лечении различного возраста, там были пациенты от 20 до 75 лет, большой контингент с различной патологией, работала вся страна, показывала, с какой схемой, мне очень нравится эта схема, обращаю ваше внимание, она была разделена на 3 месяца, 12 недель. Первую неделю назначалась Ковентон инъекционно, причем начинали с 20 мг первый день, 30 мг второй, 40, 50 и так далее, затем переходили на таблетированную форму. Именно вот эти 20 мг легли в основу и в нашего исследования, когда мы проводили однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, мы тоже доказали, что улучшение перфузии начинается с 20 мг внутривенной инфузии Ковентона. Конечно, вы все знаете показания, противопоказания, я об этом не говорю, и мне очень приятно, что в 2008 году результаты нашей работы были опубликованы в журнале «Неврология, психиатрия и неврологии» имени Корсакова, и рекомендую дозировку курс лечения 20 мг один раз в день в течение 10 дней. Вот здесь вы видите улучшение перфузии после 10-дневной инфузии Ковентоном, четко показано на этом слайде. Мне очень приятно, что сегодня работа с однофотонной эмиссионной томографией тоже на нашей кафедре продолжается. У нас сегодня подошла к завершению еще одна работа, работу, которую пишет Кусткова Анна Сергеевна, это ассистент нашей кафедры, которая посвящена изучению именно неконтролируемой артериальной гипертензии, нарушению гипоперфузии у пациентов с хронической ишемией мозга при кризовом течении артериальной гипертензии или ее неконтролированной формой. Мы доказали в этой работе, что действительно в результате этого состояния мы находим выраженную гипоперфузию не только в проекции мозжечка, но и вот она, проекция семиовальных центров, зона смежного кровоснабжения, которая говорит о хронизации данного процесса. Кроме того, мы проводим обязательно, я вам говорила очень широко, мы используем суточное мониторирование артериального давления, мы доказали, что группу риска составляют люди с нарушенным циркадным ритмом, и особенно у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией, с кризовым течением, это больные с нарушением ритма типа night picker. Overdipers встречается меньше, чаще всего все-таки это night picker. Если говорить об основной жалобе, которую призявляют пациенты, когда мы им назначаем антигипертензивные препараты, и они иногда отказываются от этого лечения, я хочу обратить ваше внимание, обращайте на эти жалобы, самое главное, предобморочное состояние или головокружение, которое связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не забывайте вот этот алгоритм проводить дифдиагностики, потому что вы видите, дурнота, это психические нарушения, может быть периферическое вестибулярное головокружение, поэтому я позволила себе поставить этот слайд, чтобы еще раз вам напомнить, чем отличается центральное головокружение от периферического. Самая главная особенность, на которую неврологи должны обращать внимание, это при периферическом всегда сопровождается нарушением слуховой функции. Чаще всего это одностороннее, снижение слуха, шум в ухе, а вот центральные слуховые нарушения не всегда характерны, исключением могут составлять только если нарушение кровоснабжения передней и нижней мозговой артерии или нарушение в среднем мозге. Но тем не менее, когда мы лечим этих пациентов, мы не должны забывать о вертебро-базилляровой недостаточности, о том, что это обратимое нарушение, где страдают все отделы ствола мозга, мозжечок, задние отделы полушария и, конечно же, лечение. Акцент. Конечно же, лечение основного заболевания, конечно же, коррекция факторов риска, коррекция артериального давления, постепенное достижение целевых цифр артериального давления. И на втором месте вы видите применение, обязательное применение препаратов для коррекции головокружения. Иначе наш пациент просто откажется от нашего лечения. Основная жалоба – это головокружение. Что сегодня является препаратами выбора? Конечно же, бета-кистины, вести булолитики. Еще раз обращаю ваше внимание, максимальная суточная доза составляет 48 мг в сутки. В нашей работе, которую пишет Анна Сергеевна, мы работали с препаратом Вестинор. И вот сейчас я вам хочу предоставить схему назначения в зависимости от стадии развития хронической ишемии мозга, которая, мне кажется, наиболее удачно подходит для таких пациентов. При первой стадии 8 мг 2 раза в день, вторая стадия Вестинорум 16 мг 2 раза в день и третья стадия 24 мг. Почему здесь стоит 3 месяца? Потому что примерно такой период времени идет подбор антигипертензивных препаратов, когда мы постепенно добиваемся целевых цифр и корректируем основную жалобу и основной симптом, в том числе и вертебробазилярную недостаточность у этого пациента. Почему используем Вестинорум? Потому что вы видите, что препарат не только улучшает микроциркуляцию, уменьшает эндолимфатический отток, вот я выделила красным, улучшает и венозный отток. Причем действие на H3 рецептор заключается в том, что он не только снижает возбудимость клеток, вот тормозит потенциалы действия в вестибулярном нерве, которые участвуют в формировании чувства головокружения. Поэтому у пациента сразу наступает облегчение и эффект наступает сразу. Поэтому дозировку мы должны подбирать такую, чтобы у пациента этот симптом сразу уходил. Еще о чем я хотела сказать, что освещалась на конгрессе, мне очень приятно, мы работали с этими коллегами, мы общались, делились опытом. Это коллеги из Грузии. Институт неврологии и медицинский институт Тбилиси представил работу о распространенности и радиологическом контроле больных с инсультом и метаболическим синдромом. И в результате большой выборки пациентов был сделан вывод, что метаболический синдром возможно рассматривать как независимый фактор риска при ишемии и слабоумии при повышенном артериальном давлении и ожирении, как риск кровотечения и нейропсихологического беспокойства. Поэтому, конечно же, о препаратах метаболической группы мы с вами не можем сегодня не говорить. Вы еще услышите доклад, посвященный этому препарату, но я хотела бы обратить внимание, широко используемый мелдранат, который влияет не только на сосуды и на синтез АТФ, а влияние на сосуды, что это? Нормализация тонуса, снижение агрегации тромбоцитов, снижение периферического сопротивления, да? Влияние на синтез АТФ, вот она, экономия кислорода, восстановление транспорта АТФ. И если говорить о универсальности препарата, то вся доказательная база, которая сегодня представлена у нас, которую мы с вами имеем в большом арсенале, это эффект при острой ишемии мозга и эффект при хронической ишемии мозга. Сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на показания не только неврологические, вы видите, вот они представлены, но обращаю ваше внимание на то, что кровоизлияние в сетчатку разные теологии, различные ретинопатии, диабетического генеза, гипертонического генеза, мелдранат, парабульбарна, очень хороший эффект. Кроме того, в показаниях применения этого препарата стоит сниженная умственная или физическая работоспособность или битнопряжение, в том числе и у спортсменов. Послеоперационный период для реабилитации. И вот представлена вся кардиологическая патология, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, дистрофия миокарда. Если сегодня говорить о дозировках этого препарата, я хотела вам представить очень удобную форму мелдранаджи-Х. Вы видите, что суточная дозировка в основном составляет 1000 мг, да? На рынке у нас представлена таблетированная форма по 500 мг, очень удобная для использования, рекомендованная схема лечения 1 или 2 раза в сутки, утром и вечером. Курс лечения составляет 4-6 недель. Если говорить о доказательной базе, тут я хотела бы привести данные Шапошниковой. Вы видите, что работа сердечно-сосудистой заболевания по 500 или 400 мг в течение 4-6 недель дал хороший результат. Или кардиология на фоне дисгормональной дистрофии миокарда. Вы видите, в течение 7-14 дней 1000 мг утром и вечером показала достаточную эффективность мелдраната у пациентов с отчетанной ишемической болезнью сердца и кардиологической патологией. Здесь я опять цитирую Василия Владимировича, потому что это очень известный, очень эффектный слайд. Чем он эффектен? Здесь мы с вами оцениваем однонаправленное или разнонаправленное действие препарата. Мне очень приятно, что московский опыт, российский опыт пришел уже к нам на Украину. Наши врачи уже стали обращать на это внимание. Почему? Потому что больной с какой-то патологией не приходит к нам с каким-то одним заболеванием. Мы имеем целую массу факторов риска, которые мы точно также должны корректировать. И когда мы назначаем какой-то препарат, мы смотрим, конечно же, на моменты взаимодействия их в разных группах. Вот доказательная база по мелдранату. На фоне мельгамы, тиагамы, никотинамида, цитикалина, вектор усиления парциальных реакций промежуточного отмена веществ. Если у нас пациент с артериальной гипертензией, то мелдранат с немодипином, нитроглицерином, фенталамином вектор усиления гипотензивного действия. Вы смело можете это использовать и правильно корректировать дозировку и комбинацию для того, чтобы добиться вот этого эффекта. Кроме того, если продолжать дальше работы по однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, у нас в этом году заканчивается еще одна работа, которую освещает Залезная Юлиана Дмитриевна. Это ассистент нашей кафедры. Неврологические и нейропсихологические характеристики при когнитивных нарушениях у пациентов с хронической ишемией мозга. Когда мы с вами говорим о когнитивных нарушениях, мне очень нравится эта фраза, когда мы корректируем когнитивные нарушения. Вот обратите внимание, люди часто жалуются на расстройство памяти, но никто никогда не жалуется на недостаточность мышления. А отсюда совсем другой спектр препаратов, которые мы должны с вами использовать. И я опять позволю себе привести работу, которая была представлена в Бразилии, которая также широко обсуждалась. Но что здесь было положено в основу? Это работа канадских ученых, которые обсуждали о гипотезе когнитивного резерва. В результате этой работы было доказано, что нет прямой связи между степенью повреждения мозга и степенью снижения когнитивных нарушений. Был сделан вывод, что сочетание эпидемиологических характеристик, образования, социальной, интеллектуальной деятельности привело к созданию того, что когнитивный резерв нужно корректировать. И, конечно же, с учетом методов медикаментозного лечения. Если вы спросите, какие препараты обсуждались, была представлена вот эта классификация. Конечно же, на первом месте стоят препараты, обладающие ноотропным действием. Она очень большая, но я представлю основные, которые имеют прямое ноотропное действие. Здесь весь перечень препаратов – водонепроизводные биронзиона, наотропил и все пероцетаны, холинергические, глиателин, гаммкорргический, аминалон, глутаматергические, да, пантаган, пикамелон, фенибут, глицин, водонмемантин – большой спектр препаратов. Но все-таки сегодня золотым стандартом, конечно же, является наотропил, который не только улучшает микроциркуляцию и нейропластичность, снижает агрегацию тромбоцитов, но и обращаю ваше внимание на вот эту дозировку. Действительно, 40 лет успеха на милором рынке, давно известный препарат 2,4-4,8 мг в сутки. Хороший нейрональный эффект, который улучшает нейрональную функцию, хороший сосудистый эффект для улучшения микроциркуляции. Вот еще в 1977 году вышла эта работа, которая очень широко обсуждалась, в виде, что добавление пероцетама всего лишь 4,8 мг способствовало тому, что наотропил стимулировал синтез тех простоциклинов, которые обладают свойством ингибировать агрегацию тромбоцитов. А это мы всегда с вами учитываем, когда мы лечим особенно пациентов с кардиологической патологией. Вот еще одно исследование, которое было проведено в 1994 году, где доказали, что наотропил в дозе 4,8 мг работает лучше, чем 2,4 по сравнению с плацебо, вызывает более значительное улучшение показателей теста воспроизведения слов. Если говорить о побочных эффектах, о переносимости этого препарата, было сделано очень много работ. Вот здесь я представила данные, посмотрите, более 5000 пациентов были проанализированы, и было доказано 93,4 высокий эффект, 6,6, вот она частота побочных эффектов. Вот здесь на слайде, по сравнению с пероцетамом и плацебо, вы видите, что депрессия точно так же практически присутствовала на фоне плацебо, сонливость, раздражительность, но тем не менее мы должны с вами, когда подбирать схему лечения, учитывать все данные, и учитывать, конечно же, тезировку препарата. Еще одна работа бразильских ученых, не могу я не сказать об этом, это обсуждалось и недавно на конгрессе, который также у нас в Киеве, кардиологическом конгрессе, который проходил, не забывайте о том, что фибрилляция предсердий действительно стоит сегодня на первом месте в развитии ишемического инсульта и Европейское общество кардиологов по рекомендациям введения пациентов таких больных, обращает наше внимание обязательно и СТРОК-2012, и ФНС-2012 на вот эти шкалы ШАЦ и ШАЦ-ВАСК, шкалы, с помощью которых мы можем определить с вами назначение антикоагулянтов и антиагрегантов. Сегодня был сделан вывод в отношении этой группы, что эффективность шкал при назначении достоверно доказана, ее обязательно нужно использовать, хотя антикоагулянты являются эффективным средством предотвращения инсульта, проведение стратификации риска по этим шкалам должно быть обязательным. Кроме того, на конгрессе были приведены данные по использованию, вы видите, аспирина, но с чем они сравнивались? Я вам говорила о факторах риска развития инсульта, с тем, что пациентам приходят с различными заболеваниями. Основное заболевание у нас какое? Чаще всего у пациентов, особенно если это пожилого возраста. Это хронический болевой синдром, артрозы, остеоартрозы, артриты и так далее. Поэтому наш пациент, который принимает для профилактики фибрилляции в рецепте аспирин и так далее, обязательно принимает какие-то препараты. И вот мне понравилась очень эта работа, которая была написана еще в 2003 году, эти данные также там цитировались. На приеме этерококсибов, здесь в частности этерококсиб, вместе с приемом аспирина показал абсолютно неизмененный риск развития желудочно-кишечных кровотечений. Поэтому если у вас пожилой пациент, если он у вас страдает выраженным болевым синдромом, если, видите, вот распространенности болевых синдромов, артриты, остеоартриты, посмотрите, какой процент занимают. Грыжи, травмы, ремотоидный артрит. Не забывайте о том, что наши пациенты часто страдают мигренозными повреждениями. Политравмы и хирургические заболевания занимают меньше всего процента. На самом, на первом месте стоят артрозы и артриты. И вот, кроме того, в 2010 году, когда мы с вами говорим вообще о коксибах и использовании их у пациентов с большими группами и факторами риска, вот анализировалась работа этерококсиба, аркоксия в частности, с целикоксибом, у пациентов после операционной боли. Острая боль в течение всего лишь нескольких часов. Сравнивалось плацебо, целикоксиб или этерококсиб, который действительно показал в течение двух суток высокую степень снижения болевого синдрома. А вот здесь я подняла данные по назначению вообще препаратов в комбинации для лечения болевого синдрома. Ну, конечно же, на первом месте стоят нестероидные противовоспалительные, потом идут апоиды, а вот вам коксибы после парацетамола, они занимают четвертое место. Когда мы назначаем эти препараты, мы на что с вами обращаем внимание? Ну, конечно же, максимальное достижение эффекта в течение часа и период полууведения 22 часа по сравнению со всеми препаратами, которые здесь представлены. О чем это говорит? Это говорит о том, что препарат не нужно назначать два раза в сутки. Один раз в сутки с таким периодом полувуведения дает нам очень хороший эффект. Кроме того, если анализировать работы кохрановские, влияние фармакокинетики на время, которое требуется для повторного приема препаратов, этерококсиб стоит на первом месте 120 мг после диклофенаков, напроксинов, целикококсибов, ибупрофенов и так далее. Если говорить об эффективности достижения снижения боли на 50% в первые 4 часа, то увидите, что на первом месте по кохрановским исследованиям этерококсиб 180-240 стоит на первом месте, 120 стоит на третьем месте. Этрококсибы все-таки сегодня занимают лизирующие позиции. Сегодня на нашем рынке представлен препарат анкоксия, благодаря своим свойствам тем, что он в наивеньшей степени связывается с белками плазмы, поэтому и вызывает такой быстрый и хороший эффект, вот вам представлена связь с белками на фоне аркокси, нимисулит, диклофенак, кетеролак и так далее. Не могу не сказать о исследовании ЛИН, очень многие протепрологи знают это исследование, которое проводилось в течение всего лишь одного месяца, где пациенты с болевым синдромом на фоне приема целикококсиба, диклофенака, принимали в течение 4 недель эти препараты и были достигнуты незначительное снижение болевого синдрома, потом эти препараты были отменены и был назначен этерококсиб в дозе 60 мг. И вот через 4 недели 66,4% пациентов, те, которые принимали, только какой-то один из нестероидных противовоспалительных, показали хорошее снижение и эффективность в плане болевого синдрома. Конечно же, когда мы говорим про нестероидные противовоспалительные, мы всегда говорим о побочных эффектах. Каких? Вот для этого я цитирую вам это исследование МИДАЛ, это совершенно недавнее исследование, где сравнивали этерококсиб с диклофенаком по причине осложнений со стороны ЖКТ, увидите, со стороны этерококсиба меньше всего осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Кроме того, когда мы с вами назначаем нестероидные противовоспалительные препараты, все мы задаем один и тот же вопрос. Как же они влияют на цифры артериального давления? Мы все это знаем. Поэтому я позволила себе привести вот эту статью Каратаева в русском медицинском журнале. Несколько обзоров было сделано, которые говорят о том, что использование всех нестероидных противовоспалительных и коксибов, и других может индуцировать увеличение и систолического, и диастолического в равней или меньшей степени. Поэтому конкретно под каждый препарат индивидуально мы говорить об этом не можем. Если говорить, в каком виде сегодня этот препарат представлен у нас на рынке, то я бы хотела обратить ваше внимание на аркоксию, но именно на какие формы? Вот здесь я как бы даже стрелочки такие нарисовала. Обратите внимание, дозировки 60, 90, 120, то есть вы дозу можете спокойно титровать. Вот они, у покупки всего лишь по 7 таблеток. Вы знаете, 5-7 дней лечится острая форма болевого синдрома. Удобство для применения нашего пациента. Для более длительного дозировки 60 и 90 мг, здесь уже по 28 таблеток, вы можете использовать при развитии хронической боли. Еще об одной, когда я говорила о патологии фибрилляции предсердий, о контроле частоты сердечных сокращений, очень часто кардиологи нам задают неврологам вопрос. Все-таки для профилактики инсульта какая форма для вас более удобна? Либо нам контролировать частоту сердечных сокращений, либо контролировать ритм, либо проводить профилактику тромбоэмболии, потому что вы знаете, что эти препараты обладают выраженным побочным эффектом. И вот какой был вывод сделан на ФНС-2012. Что важно для невролога? Вне зависимости от того, какая стратегия лечения фибрилляции предсердий будет выбрана, контроль ритма или частоты, ключевой позиции все-таки остается назначение, обязательное назначение этих препаратов, потому что риск развития инсульта у них максимален. Кроме того, если мы говорим о профилактике атеросклеротического поражения, я два слова абсолютно хотела сказать о назначении статинов. Неврологи уже научились назначать эти препараты, действительно мы очень широко их используем. Не забывайте о вот этой шкале, вы видите, что эта шкала по развитию риска, развитию фатальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний, она очень современная, очень удобная, где по уровню холестерина, по уровню артериального давления курит пациент, обращая ваше внимание, или не курит пациент, вы можете подобрать дозировку и определить, какие цифры, в какую группу риска входит ваш пациент. Кроме того, когда вы назначаете статинотерапию, вы должны помнить, что особенно у пациентов с транзиторной ишемической атакой или ишемическим инсультом статинотерапия должна проводиться обязательно. Если вы не достигаете целевых цифр липопротеидов низкой плотности, хотя бы норма меньше 1,8 ммл, то хотя бы на 50% снижение уже даст хороший эффект. Сегодня в неврологической практике очень широко используются какие препараты? Атервостатины. У нас на нашем рынке в Украине, я вам хочу предоставить препарат Ливастор, 20 мг один раз в сутки. Почему именно атервостатины? Самая большая доказательная база, много многоцентровых исследований мы с вами знаем. Самое показательное это Аскотла, первичная и вторичная профилактика, первичная профилактика инсульта, фатальных и нефатальных. 10 мг достаточно было для того, чтобы снизить риск развития инсульта. По поводу рекомендаций, современных рекомендаций, которые освещались на ФНС, мы представили в наших методических рекомендациях, которые лежат у вас всех в папочках, да? Это тромбоцитарная терапия при церебровоскулярной патологии. Кроме того, еще буквально пару моментов, еще одна работа, бразильская работа. Мне очень понравился акцент трудотерапии у пожилых пациентов, но с чем она связана, с развитием инсульта или развитием деменции, вывод был сделан один, что у пожилых пациентов с инсультом, независимо от сопутствующих заболеваний, инсульт делает невозможным использование каких-то адаптивных мероприятий. Поэтому акцент делается на обучение, на когнитивные навыки, на длительные периоды реабилитации. Если говорить о длительных периодах реабилитации, что сегодня у нас в Украине используется, еще один препарат, кокорнит. Он уникален в том, что это единственный препарат в Украине, который содержит одну ампулу, комбинацию в ампуле кокорбоксилаза, АТФ, П12 и никотинамин. Если говорить о показаниях кокорнита как нейротропного препарата, это невриты, нейропатии, в том числе и сахарный диабет, невралгия различного генеза, радикулиты, бруситы, ЭБС, миокардиты, миокардиопатии. Если говорить о схеме назначения кокорнита, который сегодня используется, одна-две ампулы, один раз в сутки достаточно, продолжительность и схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, очень широко обсуждался вопрос на бразильские ученые о коморбитных состояниях, сопутствующих заболеваниях, артериальной гипертензии, коронарной недостаточности. И особый акцент, я специально включила в конец, в заключении своего доклада, акцент делался не только на деменцию, а и на тревожные расстройства. Вот несколько докладов, которые прямо из зала я даже фотографировала, видите, пост-трок депрессион, тревожные расстройства. Если говорить о работах, которые представлены, их масса. Но если говорить о препаратах, которые сегодня используются, все фрагменты, опять же, еще одна методичка, которая лежит у вас. Мне очень приятно, что к сегодняшней конференции мы подготовили большой спектр методичек, которые могли отразить, чтобы это было удобно в вашей работе, диагностика и лечение тревожных расстройств, где акцент делают на методы фармакотерапии. Сегодня к этим методам относятся все эти классы препаратов. И бензодиоцепиновые аксиолитики, и небензодиоцепиновые, и трициклические ингибиторы обратного захвата серотонина. Если говорить о классе, который сегодня используется, бензодиоцепиновых транквилизаторов, вы видите, их большое количество, на основное, это первые вот эти 15 групп, небензодиоцепиновые 4 группы. Но я бы хотела обратить ваше внимание на эту группу, это ноотропные средства, я сегодня об этом говорила, об этих препаратах, ноотропные средства с выраженным анксиолитическим эффектом. Это, конечно же, препарат Фенибуд. На рынке он у нас тоже широко представлен. Если говорить о суточных дозировках тех препаратов, которые вы можете использовать, или которыми вы пользуетесь, вот они представлены на этом слайде. Если говорить о препарате Фенибуд, то я обращаю ваше внимание, для взрослых и детей дозу вы должны тетровать. Причем начальная доза для детей, для взрослых практически одинаковая, в виде 20 мг, да, если это пациент, ребенок старше 10 лет. А максимальная доза взрослая, 75 и 252 детей, отличается. Я как бы попробовала подобрать и проанализировать все рекомендуемые схемы, которые используются с Фенибудом. На первом месте, конечно же, состоит схема использования двух-трехнедельного курса. Это обычное тревожное состояние, это те пациенты, которые очень часто попадают к неврологам, а не к психиатрам. Двух-трехнедель достаточно, чтобы провести этот курс лечения. Если это взрослый пациент, 250-500, три раза в день. Обращаю ваше внимание, максимальная суточная доза 2500. Если это ребенок с 2 до 8 лет, 50-100, 8-14, 250, как у взрослого, три раза в день. Кроме того, обращаю ваше внимание на однократную максимальную дозу. Для взрослых она составляет 750 мг, деткам до 8 лет 150 мг, а чуть постарше 250 мг в сутки. То есть вашего назначения будет достаточно для того, чтобы откорректировать тревожное состояние у данного пациента. Если говорить, почему Фенибуд является препаратом выбора, потому что из всех возможностей, всех действий ноотропов, ноотропный эффект, транквилизирующий, антипаркинционический, больше всего характеристик у препарата Фенибуд. Буквально два слова про мигрень. Сегодня вы видели, в программе сегодня будет читаться такая лекция. Очень широко тоже было освещено много данных, много работ. Все они также отражены в методических рекомендациях, которые мы подготовили к сегодняшнему дню. Методические рекомендации так и называются, терапия мигренозных состояний. Ну и, конечно же, еще одна работа, которая говорит об остеоартрозе, остеоартрите, боли в плече в первые дни у пациентов, которые перенесли инсульт. Действительно, она высока. Результаты этого исследования говорят о том, что с первой недели от начала инсульта это нужно обязательно корректировать. Управление ории у пациентов, перенесших инсульт, должно быть быстрым и эффективным. Если говорить о всех симптомах и синдромах, я не буду на них останавливаться. Вот на этой схеме я хотела бы обратить ваше внимание. Кроме парацетамола, травматола, нестероидных противовоспалительных, о которых я говорила, обращаю ваше внимание, для более длительного лечения, глюкозаминсульфат, хондроэтинсульфат, геларонат очень широко используются сегодня в нашей практике. И все варианты синдрома развития остеопороза, все рекомендации, которые сегодня используются, говорят тоже об использовании этих препаратов. Сегодня на нашем украинском рынке представлен препарат МОВЭКС. Хочу обратить ваше внимание, что есть препарат МОВЭКС-Актив и МОВЭКС-Комфорт. Чем они отличаются? Для острой боли, кроме хондроэтинсульфата и глюкозаминсульфата, в достаточных дозировках добавлен диклофенак калия 50 мг, поэтому больше чем 10-20 дней этот препарат не назначается. Для более длительной хронической болевой формы вы назначаете МОВЭКС-Комфорт, в котором отсутствует диклофенак натрия. Об эффективности глюкозаминсульфата и хондроэтина, который не только блокирует активность протеолитических ферментов и тех, которые вырабатывают хрящевую ткань сустава, я хотела бы обратить ваше внимание, что на фоне приема этих препаратов идет замедление деструкции поврежденной стенки хряща и стимулирование его регенерации. Кроме того, я специально подобрала все рекомендации, которые были выпущены по развитию и исследованию данной патологии. Вы видите рекомендации ВОЗ. 1995-2000 год. С 2003-го стали появляться, кроме СОК-2, селективных нестероидных противовоспалительных, стали появляться уже хондроэтинасульфат и глюкозаминсульфат. И в 2008 году они уже стоят на более высокой позиции для использования данной патологии. Если говорить о схеме лечения, наиболее частая и удобная схема лечения, я привела в пример один из трайлов, где обследовались такие пациенты 3 раза в сутки по одной капсуле достаточно для того, чтобы снять выраженный болевой синдром у данного пациента. Обращаю ваше внимание, что МОЛОКС-Актив принимается не больше, чем 10-20 дней, а вот этот препарат можно курсами до 2-3 месяцев. Кроме того, все рекомендации по использованию этого препарата, чтобы не занимать ваше время, тоже представлены в методических рекомендациях, которые называются вортоброгенные болевые синдромы, там использование всех препаратов, в том числе и этого, и вы можете с ними ознакомиться. Ну и в заключении факторы риска, это уже самый последний слайд, когда мы говорим о любой патологии, мы обязательно должны учитывать и факторы риска, которые играют очень большую роль, в том числе острых и хронических нарушений мозгового кровообращения. Я вас благодарю за внимание и терпение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok